Уничтожил ли К19 свободы, исторически ценимой Западом, или он просто показал отсутствие того, что уже исчезло? Смотрите дальше, чтобы узнать, что говорит Библия. Многие люди до сих пор пытаются понять, что именно произошло во время глобальной пандемии. Как могли буквально в одночасье исчезнуть личные и национальные свободы, ценящиеся веками? В этом видео мы рассмотрим ответ Библии на этот вопрос. Но для того, чтобы вести нас в курс дела, я сначала произведу фрагмент недавнего интервью между Таграм Карсоном и Бреттом Вайнштейном. Я хочу закончить за несколько минут ваш обзор. Итак, все эти удивительные события сошлись в одном 12-месячном периоде. Война, мор, политические беспорядки. Неразрешимые политические беспорядки. Как вы думаете, что мы видим на Западе? Что это за момент? И чем он закончится? Меня давно интересуют вопросы эффективного управления из Запада. И я с грустью должен сообщить, что, на мой взгляд, Запад фактически рухнул. И то, с чем мы остались, это туманное эхо. Ценности Запада все еще функционируют, но функционируют нечетко. И мы видели, что они могут быстро испариться при благоприятных обстоятельствах. И я подозреваю, и я действительно не знаю, я не думаю, что кто-то знает, но я подозреваю, что некий могущественный набор сил решил, что согласие управляемых слишком опасно, слишком толерантно. И оно начало его откреплять. И мы не знаем, как это происходит. Мы можем видеть некоторых партнеров, которые в этом участвуют, но я не думаю, что мы знаем, кто в конечном итоге управляет этим и куда они идут. Создается впечатление, что мы столкнулись с ситуацией, когда важные объекты, которые раньше охранялись всеми сторонами, потому что однажды они могут понадобиться, теперь разбазариваются. И мы наблюдали, как наши правительственные структуры и все наши институты захватываются, вытесняются, превращаются в парадоксальную инверсию того, для чего они были созданы. И это не случайность. Но больше всего меня беспокоит то, что все, что движет этим, не состоит из дьявольских гений, у которых есть хоть какой-то план на будущее, а управляется людьми, которые на самом деле не знают, в какой ад они приглашают. Они собираются создать такой хаос, из которого человечество вполне возможно не выберется. И у меня складывается ощущение, что если у них нет какого-то выдающегося плана, который не очевиден, то они просто опьянены властью и подвергают всех, включая себя, огромной опасности, разрушая структуры, от которых мы зависим. Итак, в этом видео два человека ищут ответ на вопрос, который задавали и задают сейчас многие люди. Вот что случилось с миром, который, как нам казалось, мы знали. С миром, в котором, как нам казалось, мы жили, разрушил ли ковид его, только ли ка ответственность за грехи или разрушение этого мира, который, как мы думали, у нас был, или же он просто показал отсутствие чего-то, что уже исчезло, а мы просто не осознали этого до наступления кризиса. Сегодня я собираюсь предложить вам на основе истории и Библии ответ на этот вопрос, который на самом деле довольно прост и очень ясен, но вы должны знать, где искать. Если вы ищете в правильном месте, то ответ на этот вопрос очень легко найти. Если же вы ищете не там, где нужно, если вы не знаете, где искать ответ, то остается много вопросов без ответов и разобраться в них будет очень сложно. Но давайте начнем с этого вопроса. Что такое Запад? Если мы понимаем, о чем идет речь, мы не сможем понять, почему он распался. Запад — это явно больше, чем просто география. Это больше, чем просто место на земном жаре. Это больше, чем просто политическая система. Это не просто экономическая система. Это не обязательно общая культура, хотя элементы всех этих культур могут быть общими для Запада. Но на самом деле Запад — то, что определяет Запад или то, что сделало Запад Западом, это идея, это принцип, это система ценностей, которая определяет Запад. И что же это такое? Я бы предложил резюмировать во вступительном слове Декларации независимости. Мы считаем самоочевидным те истины, что все люди созданы равными, что они наделены своим создателем определенными необъемлемыми правами, среди которых жизнь, свобода и стремление к счастью. Это не что иное, что определяет, чем был Запад. Это вера в то, что мы здесь не случайно, что есть высшая сила, которая нас создала, и что эта высшая сила также дала каждому человеку определенные права, которые принадлежат ему не потому, что правительство предоставило ему эти права или дало ему привилегию пользоваться ими, а потому, что они были созданы этой высшей силой. Эти права включают в себя жизнь, свободу и стремление к счастью. Если жизнь, свобода и стремление к счастью это права, данные высшей силой непосредственно каждому человеку, то это означает, что цель правительства защищать эти права для каждого человека. Однако, если жизнь, свобода и стремление к счастью это всего лишь привилегии, предоставляемые правительством, то человек обязан подчиняться правительству, чтобы продолжать пользоваться этими привилегиями. И это действительно две единственные формы человеческого правительства, которое когда-либо существовало на планете Земля. Либо правительство, которое признает, что в этом мире действует высшая сила, и что эта высшая сила дала людям определенные права, которые правительство обязано защищать и сохранять. Или правительство, которое не признает высшую силу, считающее себя высшей силой на планете Земля, и которое рассматривает эти права не как неотъемливые права человека, а как привилегии, которые правительство предоставляет или продлевает при условии, что его граждане выполняют его требования, какими бы они ни были. Повторимся, это действительно две единственные формы человеческого правления на планете Земля. И Запад, то, что делает Запад Западом, или то, что сделало Запад Западом, это тот факт, что у него есть принцип, этот идеал, эта система ценностей, которая признает, что есть высшая сила, и что работа правительства заключается в том, чтобы защищать права, которые эта высшая сила дает своим гражданам. Вы можете увидеть это в первой поправке в Билю о правах. Конгресс не должен издавать законов, касающихся установления религии или запрещающих ее свободные исповедания, или ограничивающих свободу слова, или печати, или свободу народа собираться мирно и обращаться к правительству с петицией об удовлетворении жалоб. Многие из этих прав исчезли одними из первых во время пандемии, и все же они стали краеугольным камнем не только Конституции Соединенных Штатов, но и всей системы ценностей Запада. Это идея о том, что у нас, людей, есть определенные права, право думать определенным образом, независимо от того, совпадает это с чем-то мнением или отличается от него, у вас есть право думать так, как вы считаете нужным, верно? Мы называем это свободой совести, право выражать и делиться тем, что вы думаете. Мы называем это свободой слова. Право собираться вместе, мы называем это свободой собраний и делиться этими идеями с другими людьми. Право на печать, верно? Идеи или право излагать свои идеи и мысли в печати и делиться ими таким образом. Все это часть фундаментальных прав, которые составляют основу Запада, и очевидно, что эти права были в числе основных прав, подвергшихся нападкам в последние несколько лет. Это интересное утверждение, сделанное в начале 1800-х годов. Это документы Конгресса. В них говорится следующее. Создатели Конституции признавали вечный принцип, согласно которому отношение человека с его Богом выше человеческого законодательства, а его права на совесть неотъемлемы. Они считали, что их толк перед Богом выше человеческих постановлений, и что человек не может иметь никакой власти над их совестью. Это врожденный принцип, который ничто не может искоренить. Именно это делает Запад уникальным. Это именно оно сделало Запад уникальным. Отличительной чертой не только нашей эпохи мировой истории, но и всей историей человечества является то, что создатели Конституции признали этот вечный принцип, согласно которому отношения человека с его Творцом, с Богом, стоят выше человеческого законодательства. Верно? Правительство не имеет права вмешиваться в это, и что существует свобода совести, что правительство не имеет права переступать эту черту. Если Запад действительно рухнул, то это должно означать, что этот основополагающий принцип, это система ценностей, признающая высшую силу и права, данные непосредственно этой высшей силой, каждому человеческому существу тоже рухнул, исчез, испарился. Запад не возник из вакуума, не разрушился и не погиб без причины. Запад во многом стал продуктом протестантской реформации. 30 октября 2017 года на сайте Джорджтаунского университета появилась эта статья. В ней говорится, что 31 октября 1517 года Мартин Лютер опубликовал свои 95 тезисов, призывавших к масштабным религиозным реформам и послуживших катализатором протестантской реформации. Реформация привела к усилению внимания, к свободе совести с драматическими, социальными и политическими последствиями. Она породила новые представления о религиозной свободе, а также новые рамки гражданской жизни. Очень похожая статья была опубликована всего за несколько дней до этого, в 2017 году. Она была на сайте National Geographic. Статья называлась «Мартин Лютер и долгий маркс свободе совести». Нет простого объяснения тому, почему 500 лет назад безвестный немецкий монах решил рискнуть всем и бросить вызов авторитетному учению католической церкви. Но в 31-й годе 1517 года, прибив 95 обвинений на дверях церкви всех святых в Виттенберге, Мартин Лютер положил начало реформации с необычным эффектом. Намеренно или нет, он опрокинул многие основополагающие постулаты западной культуры, спровоцировав революцию в области человеческой свободы, которая продолжает формировать современный мир. В основе протеста Лютера против церкви лежала теология, попытка вернуть исторический смысл христианского Евангелия из того, что он считал законическим разложением. «Путь к миру с Богом», – настаивал Лютер, лежит не через добрые дела, религиозные ритуалы или схоластические рассуждения, а через искреннюю веру в Иисуса Христа и Его искупительную смерть на кресте. Тем не менее, отстаивая Евангелие спасения только верой, Лютер ввел новый источник авторитета в кровеносную систему Запада. На протяжении почти тысячи лет каждый европейский мужчина и женщина были обязаны хранить верность двум видам власти – политической, королям, дворянам и магистратам, и религиозной – папам, соборам, епископам или их представителям. Однако, когда дело доходило до решения вопроса веры, Лютер считал и ту, и другую власть глубоко несовершенными и ненадежными. В каждом обществе есть два вида власти или авторитета. Есть власть политическая, а есть религиозная. В средние века в Европе на протяжении более тысячи лет эти два вида власти были объединены вместе. Существовал церковно-государственный союз с римско-католической церковью во главе. Протестантская реформация не только поставила теологические вопросы или бросила вызов общепринятой теологии того времени, но и эффективно, и в конечном итоге разделила эти два источника власти – политическую и религиозную в обществе. Запад, возникший в последующие столетия, а затем укрепившийся с появлением Соединенных Штатов, на самом деле является следствием того, что началось с протеста Лютера, этого разделения церковной и государственной власти и восстановления в обществе другой власти, не просто политической, не просто религиозной или управляемой церковью, а в высшей власти, и это власть Бога, власть Творца. Это основополагающий принцип, определяющий Запад. Джордж Вашингтон сказал в этом, это в отношении Конституции Соединенных Штатов, он сказал, «Если бы я имел хоть малейшее представление о том, что Конституция, принятая конвентом президентом, которой я имею честь быть, будет иметь какие-либо трудности, когда она будет составлена таким образом, чтобы поставить под угрозу права какой-либо религиозной конфессии, я бы никогда не присоединил своими к этому документу, если бы у меня возникла мысль о том, что общее правительство направляется таким образом, что свобода совести находится под угрозой, уверяю вас, что ни один человек не был бы более готов, чем я, пересмотреть и изменить эту часть Конституции, чтобы избежать любых религиозных преследований». Вы, несомненно, помните, что я часто высказывала свое мнение о том, что каждый человек, который ведет себя как добропорядочный гражданин, несет ответственность за свою религиозную веру только перед Богом и должен быть защищен в поклонении Бога в соответствии с велениями своей совести. Таким образом, Джордж Вашингтон довольно четко определил, какое значение он придавал свободе совести и отделению церкви от государства, которое он надеялся увидеть реализованным в Соединенных Штатах. Томас Джефферсон писал, «Веря вместе с вами, что религия – это дело, которое лежит исключительно между человеком и Богом, что он не должен отчитываться ни перед кем другим за свою веру или поклонение, что законные полномочия правительства распространяются только на действия, а не на мнения, и с величайшим благоговением созерцают тот акт всего американского народа, который провозгласил, что его законодательные органы не должны принимать законов, касающихся установления религии или запрещающих ее свободное исповедание, воздвигнув тем самым стену отделения церкви от государства». Итак, Запад – это воплощение протестантской реформации в форме правления, которое, по крайней мере, в теории, существует для того, чтобы защищать и сохранять свободу совести и вероисповедания для каждого человека. И если Запад действительно рухнул, то это означает, что этот основополагающий принцип также не только подвергся нападкам, но и был преодолен и, возможно, даже исчезает из общества. В интервью, которое мы рассматривали в самом начале, также был задан вопрос, кто же является врагом? Может ли это банки, мегакорпорации, может быть, это фармацевтическая промышленность? Кто эти люди, которые стремятся уничтожить Запад и разрушить эту идею? Эту систему ценностей, свободы совести? Может быть, это какие-то глубины государственной деятели, верно? Какой-то бункер под Вашингтоном, может быть, это европейское тайное общество, может быть, это искусственный интеллект. Кто же выступает против того, что Запад отстаивал с самого своего основания? И опять же, ответ на этот вопрос несложно найти, если искать в правильном месте. Поэтому я зачитаю вам несколько цитат, в которых говорится о том, кто именно выступал против этого принципа Запада, свободы совести, с момента его основания. Это послание Папы Пия IX. В 1864 году Папа Пий IX осудил ошибочные мнения и наиболее пагубные для католической церкви спасения душ о том, что свобода совести вероисповедания является личным правом каждого человека, которое должно быть законопровозглашено и утверждено в каждом правильно устроенном обществе, и что граждане имеют право на абсолютную свободу, которая не должна ограничиваться никакими властями, ни церковными, ни гражданскими, благодаря которой они могут открыто и публично выражать и заявлять о любых своих идеях, как бы то ни было, из уст в уста, через прессу или любым другим способом. Итак, это довольно четкое заявление о том, что Папа Пий и Папство в то время, это был 1864 год, совсем не были в восторге от Конституции Соединенных Штатов, Декларации Независимости или любого из этих основополагающих принципов, на которых существует Запад, что каждый человек должен иметь свободу совести, свободу говорить, во что он верит, свободу писать, во что он верит, свободу собираться вместе и делиться этими идеями. Это анафема согласно тому, что говорил Папа Пий 9. Это было написано много-много лет назад. Гораздо более позднее заявление подтверждает его слова. Это июнь 1995 года постоянная миссия наблюдателей Святого Престола заявила, что реальной и единственной сферой деятельности Святого Престола является сфера совести. И хотя эта система явно вовлечена в религию, хотя она также явно вовлечена в мировую политику, истинной сферой ее власти по и словам является и всегда была сфера совести. И это стало проблемой для папства и папской системы с тех пор, как появились Соединенные Штаты и Запад, потому что здесь есть очень мощная мировая держава, которая разделила эти два источника авторитета и власти. Верно? Политическую власть и духовную и религиозную власть и вернула людям право, данное Богом, свободу совести. Теперь вернемся в прошлое. В сентябре 1871 года в католическом мире появилось это утверждение. Если Американская республика вообще должна быть поддержана и сохранена, можно перефразировать. Если Запад вообще должен быть поддержан и сохранен, это должно произойти путем отказа американского народа от принципа реформации и принятия католического принципа. Итак, что мы видим? Неужели мы видим крах Запада, который, как нам казалось, мы знали, и в котором, как нам казалось, мы жили, а на его месте есть что-то другое, что следует не принципу реформации, а другому принципу? Не только Папа Пи IX ясно выразил свое отношение к американскому эксперименту, но и многие люди, участвовавшие в основании Запада, также ясно выразили свое мнение об опасности папской системы. Вот что написал Джон Адамс Томасу Джефферсону 3 февраля 1821 года. Он сказал, «Я уже давно придерживаюсь мнения, что свободное правительство и римско-католическая религия никогда не смогут существовать вместе ни в одном народе или стране. Свобода и папизм не могут жить вместе». Это довольно прямое утверждение, написанное Джоном Адамсом. А вот что написал Авраам Линкольн. Он говорит, «Я не претендую на роль пророка, но хотя я и не пророк, я вижу очень темную тучу на нашем горизонте, и эта темная туча идет из Рима. Она наполнила кровавыми слезами. Она будет расти и расти, пока ее бока не разорвет вспышка молнии, за которой последует страшный раскат грома. Тогда на этой страной пронесется циклон, какого мир еще не видел, сея разруху из опустения с севера на юг. Ни я, ни вы, но наши дети не увидят этих событий». Еще одно высказание, написанное генералом Маркизом Де Лафайетом. Он сказал так, «Я считаю, что если свободы этой страны, Соединенных Штатов Америки, будут уничтожены, то это произойдет благодаря хитрости римско-католических священников и изувитов. Это не самые хитрые и опасные враги гражданской и религиозной свободы. Они спровоцировали большинство войн в Европе». Такой исторический обзор причины краха Запада, потому что он отказался от протестантских идеалов реформации и веры в то, что каждый человек отвечает перед Богом и принял другой набор принципов, другой стандарт того, как должно быть построено общество. В результате этого исчезла первая форма правительства. Правительство, существующее для защиты свободы, дарованной высшими силами. Вместо нее появилась вторая форма правления. Форма правления, представляющая права и привилегии при условии послушания и соответствия любым законам, правилами, предписаниям, которые правительство может пожелать ввести. Теперь мы обратимся к Библии. Как эти две формы правления предсказаны в библейском пророчестве? На самом деле они очень четко предсказаны в библейском пророчестве в 13 главе книги Откровения. В этой главе мы увидим, как эти две формы правления описаны очень четко, хотя и символически. 13 глава книги Откровения также покажет нам, что именно происходит сегодня в нашем мире, когда одна из этих форм правления исчезает, а другая берет вверх, причем не только на западе, но и в глобальном масштабе. Итак, в первом стихе 13 главы книги Откровения говорится, «Стану я на песке морском и увидел зверя, выходящего из моря и венящего семь голов и десять рогов и на рогах его десять венцов и на головах его имя богохульства». Книга Откровения написана символами. Она как бы закодирована в символах. Чтобы понять, о чем не говорится, мы должны расшифровать или разгадать эти символы. Ветхозаветняя книга Даниила тоже написана подобным образом. И многие из этих символов совпадают в книге Даниила и книге Откровения. Символ зверя один из таких символов как книги Даниила так и в Откровении. Зверь представляет собой политическую власть на земле, будь то нация или империя. Это некая политическая сила, которая выходит на мировую арену. И вот Иоанн говорит, «Я стоял на песке морском и увидел зверя, выходящего из моря». Море, вода в этом стихе также имеет символическое значение, потому что в 15 стихе 17 главы Откровения говорится, что вода представляет собой множество народов, толпы, нации и языки. Итак, перед нами политическая система или политическая сила, которая выходит из массы человечества, верно? И у него семь голов и десять рогов, и на рогах его десять венцов, и на головах его имена богохульные. Мы не собираемся расшифровывать каждый символ, у нас нет на это времени, но обратите внимание, что у этого конкретного зверя или политической власти на голове имена богохульные. Значит, это не только политическая сила, в нем есть и духовный, религиозный аспект. Именно об этом говорится. Прочитаем второй стих. «И зверь, который я видел, был подобен барсу, и ноги его, как ноги медведя, а уста его, как уста льва, и дракон дал ему силу свою и место свое, и великую власть». В этом стихе есть несколько моментов, которые мы не должны упустить. Прежде всего, последнее слово ясно говорит о том, что эта политическая и религиозная система или власть, появившаяся на мировой арене, обладает огромным авторитетом. Она претендует на великую власть, она пользуется огромной властью, и эта власть исходит не от Творца. Эта власть исходит от дракона. Вот еще один символ, который использует Откровение, и Откровение очень четко расшифровывает этот символ в 12 главе книги Откровения, где дракон раскрывается как змей, дьявол или сатана. Итак, перед нами сила или власть, которая снова выходит не от Бога, не от высшей силы, а от низшей. Вот почему он произносит богохульство. Второе, на что мы хотим обратить внимание, это различные животные, составляющие этого зверя. Итак, зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги его были как ноги медведя, а пасть его как пасть льва. Это интересные животные, верно? Все это хищные звери, все они плотоядные звери, это все животные, которых вы не хотели бы встретить темной ночью в одиночестве. Они перечислены в определенном порядке. Первым идет леопард, затем медведь, потом лев. Почему это важно? Это важно, потому что именно этих трех животных видел в видении пророк Даниил за сотни лет до того, как Иоанн увидел свое видение в книге Откровения. В видении Даниила он видит тех же животных. Лев представляет Вавилонское царство, медведь представляет царство, которое пришло следом, это медаперсы, леопард представляет царство Греции, и вот во сне Даниила появляется четвертый зверь или животное, которое действительно не поддается описанию. Как объясняет ангел, эти звери представляют последующие мировые империи, которые сменяли друг друга в этой части света. Итак, у вас есть Вавилон, Медоперсия, Греция и Рим. Если вы обратите внимание на порядок, в котором Даниил описывает их, то сначала он упомянул льва, или сначала видит льва, затем он видит медведя, а потом леопарда. Итак, Бог представляет Даниилу череду мировых империй, и в этом есть смысл, потому что Даниил видит эти империи до того, как они появятся на мировой арене. Вавилон уже существовал, он жил во времена Вавилона, но другие империи еще не появились, поэтому Бог показывает их Даниилу такими, какими они появляются в последующей векам мировой истории. Итак, Даниил смотрит вперед во времени, однако, когда Иоанн получает свое видение в откровении, он живет во времена Рима, поэтому Иоанн смотрит назад во времени. Вот почему он видит сначала Барса или леопарда, потом медведя, а затем упоминает льва. То есть, они смотрят на одно и то же, только с разных сторон. Это мировые империи, которые сменяют друг друга в этой части света, и их кульминацией становится Рим. Любой студент, изучающий мировую историю, знает, что Рим, как и Запад, не возник из вакуума. Он унаследовал многое от империи, которые существовали до него. Так, он унаследовал многое от Греции, она также унаследовала многое от Медоперсии, она также унаследовала что и что от Вавилона, поэтому, когда мы смотрим на Рим в мировой истории, он представляет собой конгломерат или сочетание многих аспектов Вавилона, Медоперсии и Греции. Вот почему зверь, который является империей, существующей при жизни Иоанна, описывается как имеющий голову, как у барса, некоторые части тела, как у медведя, а другие части тела, как у льва. Все это объединено вместе. Чтобы вы знали, это не мое личное толкование пророчества Данилы и Откровения. Я хочу прочитать вам высказывание Ипполита, который был одним из самых ранних христиан. Вы можете посмотреть его даты. Он жил примерно 170 по 235 год нашей эры. И вот что он сказал. Он сказал, что золотая голова изображенная и лев обычно означает Вавилон. Плечи, руки серебра и медведь представляли медоперсов. Бедра из меди и леопард означали греков, которые держали власть со времен Александра. Ноги из железа и зверь страшные и ужасные выражали римлян, владеющих властью в настоящее время. Римская империя просуществовала много веков, но в конце концов рухнула. И это интересный момент, потому что не было ни одной битвы, ни одного врага, который бы явно захватил и покорил Древний Рим, по крайней мере Западный Рим. Западный Рим просто распался, а затем рухнул. Историки обычно смотрят на дату 476 год нашей эры. Что пришло на его место, что последовало за распадом Рима? История говорит нам, что за истическим Римом последовал Папский Рим. Так, Харнак в своей книге «Что такое христианство» пишет так, «Римская церковь заняла место Римской мировой империи фактическим продолжением, которой она является. Папа – приемник Цезаря и сама католическая церковь согласна с этим. Это из католической энциклопедии. Что касается титула «Пантификус Максимус», особенно в его применении к Папе, то в этом есть и реминистная сенсация того достоинства, которое предавалось этому титулу в языческом Риме. Когда Западная Римская империя распалась, ее сменила Папская Римская империя. Именно поэтому мы говорим о Священной Римской империи в Средние века. Опять же, она тоже возникла не на пустом месте. Она была построена на структуре и системах языческого Рима, хотя и с вкраплениями христианства. Это древние утверждения, сделанные много-много лет назад. Давайте посмотрим на совсем недавние утверждения, сделанные католическим священником имени Томас Дойл. Вот что он сказал в интервью НПР «Святой престол» «Последняя абсолютная монархия в современном мире. Папа, когда его избирает, не подчиняется ни одной человеческой власти. Он обладает абсолютной властью над всей римско-католической церковью, причем прямая власть распространяется вплоть до отдельных ее членов. В римско-католической церкви должности Папы включают в себя три основных государственных поста. Он является верховным судьей, верховным законодателем и верховным исполнителем. Таким образом, разделения власти отсутствует, нет возможности сдержек и противовесов. Итак, на что мы смотрим? Перед нами первый зверь, восставший в Откровении 13 глава, который явно описывает не только языческий рим, но и то, что придет ему на смену, папский рим. Помните, что этот зверь также произносит богохульство. Итак, в этой смеси присутствует элемент религии или духовности. Это не только политическая сторона. Откровение 13.5 объясняет это немного подробнее. Ему даны были уста, говорящие великое и богохульное. Что же такое богохульство? Мы рассмотрим библейское определение богохульства. Оно состоит из двух частей. Во-первых, богохульство это претензия на власть прощать грехи. Иисуса обвиняли в богохульстве, когда Он прощал людям их грехи. В стихе 5 главы 2 Евангелия от Марка говорится следующее. «Видя веру, Иисус сказал больному параличам, «Сын мой, прощаются тебе грехи твои». А некоторые из книжников, сидя там, рассуждали в сердцах своих. Почему этот человек так говорит? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Итак, с библейской точки зрения, первое определение богохульства это претензия на власть или право прощать грехи. Это может сделать только Бог. Итак, какие же претензии на право или власть прощать грехи были сделаны в истории церквями и папами? Мы прочитаем вам одно из них прямо здесь. Апелляция от папы к Богу невозможна, потому что существует единый консисторий самого папы и самого Бога, в котором сам папа является носителем ключа и привратником. Поэтому никто не может апеллировать от папы к Богу, как никто не может войти в консисторию Бога без посредничества папы, который является носителем, ключа и привратником к консистории вечной жизни. И никто не может апеллировать к самому себе, потому что есть одно решение и один суд. Кюрии, Бога и Папы. Это древнее заявление от 1483 года. На самом деле оно было частью контрреформации, направленной на борьбу с Мартином Лютером и другими реформаторами. Давайте посмотрим на более позднее утверждение. Оно содержится в катехизисе 1924 года. Действительно ли священник прощает грехи, или он только объявляет, что они отпущены? Священник действительно прощает грехи в силу власти, данной ему Христом. С библейской точки зрения это попадает под категорию богохульства, потому что у вас есть система, состоящая из людей, которые претендуют на власть прощать грехи и даже утверждают, что после принятия решения у Бога нет власти или авторитета, чтобы отменить или противостоять этому решению. Второе определение богохульства в Библии это претензия на равенство с Богом. И снова из жизни Иисуса мы видим этот обмен мнениями в Евангелии от Иоанна 10 глава, начиная с 30 стиха. Иисус говорит, «Я и Тес, мой одно». И отвечали ему идеи, говоря, «Не за доброе дело мы преследуем тебя, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу». Итак, давайте снова рассмотрим некоторые исторические утверждения, сделанные папской властью или от ее имени. Находим ли подобные утверждения? Вот это из журнала католический за июль 1895 года. «Папа является не только представителем Христа Иисуса, но и самим Иисусом Христом, скрытым под покровом плоти». Довольно четкое заявление относительно их взглядов на это. Псалом 98 стих 1 говорится, «Господь, проливающий дождь, пусть стрепещет народ, Он сидит между херувимами, пусть земля поколеблется». Здесь мы видим, здесь мы имеем вид или описание Божьего трона на небе. Он не только сидит на Своем троне, но и окружен херувимами. Два из них есть в модели святилища, которые Бог велел построить Моисею и израильтянам. Это было откровение о том, каким был Божий трон. Итак, Бог восседает между херувимами, а в откровении нам также сказано, «Окружающих престол Бога есть еще четыре живых существа». Вот еще одно высказывание 1894 года. «Мы, Папа, занимаем на этой земле место всемогущего Бога». А вот и скриншот. Это Папа Францис, сидящий на Своем троне в Ватикане. Вы можете видеть, что по обе стороны от Его трона стоят два золотых херувимов, а вокруг трона четыре живых существа или священника. В третьем стихе второй главы послания к фессалоникинцам говорится, «Никто не наблюстит вас никаким образом, ибо день тот, то есть пришествие Христа, не наступит, если не произойдет прежде отпадения, откроется человек греха, сын погибли, который противится и превозносится над всем называемым Богом или поклоняемым, так что Он, как Бог, сидит в храме Божьем, показывая, что Он Бог». Далее, в пятом стихе 13 главы откровения говорится, что Ему дана была власть пребывает 42 месяца. Мы кратко рассмотрим очень важное пророчество о времени, которое охватывает средние века и показывает, как долго папская власть могла осуществлять свои полномочия не только в религиозном, но и в политическом плане в Европе. Итак, 42 месяца. Это пророческое время, и это пророчество встречается много раз в книгах Даниила и Откровения. Математически оно обозначается по-разному. Есть несколько отрывков, где оно называется 42 месяца, но также мы видим, что оно обозначается как 1260 дней или время, времени и полвремени. И вот в чем ключ. Все эти три формулировки времени представляют собой один и тот же отрезок времени. Итак, в библейском пророчестве время представляет собой один год. Таким образом, Данил 7,25 говорит о времени или одном годе, а затем о временах или двух годах, а затем половине времени, что в общей сложности составляет 3,5 времени или 3,5 пророческих года. В библейском пророчестве пророческий год состоит из 360 дней, и если вы посчитаете 1260 дней, то разделив их на 360, получите 3,5 года. Таким образом, 1260 дней это тоже 3,5 года, как и 42 месяца. Если вы умножите 42 на 30 дней в месяце, который, опять же, является пророческим месяцем, используемым в Библии, вы получите 1260. Таким образом, все три пророчества времени указывают на один и тот же промежуток времени. Вот важный принцип. В подобных аполитических библейских пророчествах один день пророческого времени представляет собой год буквального времени. Так что это не 1260 буквальных дней, а 1260 реальных лет в мировой истории. Это большой срок. И так получилось, что именно на это время павство получило власть или полномочия управлять Европой в Средние века. Вот как это происходит. В 533 году н.э. Юсениан, который был императором Рима, издал указ, согласно которому римский епископ или римский папа стал главой всех христианской церквей в Римской империи. Однако в то время папа находился в центре войны с варварскими племенами, которые нападали на Рим. И поэтому, несмотря на то, что указ был издан, папа или епископ в Риме смог приступить к осуществлению своих властных полномочий только через несколько лет, в 538 году н.э. В это время Рим наконец-то прорвал осаду окруживших его германских племен, и римский епископ смог начать осуществлять свою власть. И в течение 1260 лет или дней после 538 года папская власть, хотя временами она обладала большей или меньшей властью, в основном объединяла церковь и государство для всех практических целей в течение этих 1260 лет. Что же произошло в конце? Если прибавить 1260 лет к 538 году н.э., то получится 1798 год, и в этом году папа Пий VI был взят в плен наполеоновской армии. Его генерал вошел в Рим, взял папу в плен и вернул его в изгнание во Францию, где папа умер через год. И это фактически сломало политическую власть папства в Европе, которую она осуществляла в течение тысячи лет или более в Европе. Да, римская католическая церковь продолжала существовать и после 1798 года, но политические влияния и власть исчезли. В течение многих лет после этого она существовала только как церковь. Если мы посмотрим на середину этого периода времени, в 1260 лет, то именно в середине этого периода папство и римско-католическая церковь в Европе достигли зенита своей власти и могущества не только в реглиозном плане, но и во многих аспектах жизни людей. Эта статья была взята из архиепархии Индиаполиса и объясняет кое-что. В ней говорится, что первая половина XIII века была золотым веком папской власти. Это было время, когда папство достигло своего средневекового пика авторитета, влияния и престижа в церкви и в отношениях с гражданскими правителями. Папа Иннокентий III был папой римским с 1198 по 1216 год. Ему было всего 37 лет, когда он был избран папой. Он возвысил светскую роль папы выше, чем все предыдущие папы, объявив, что папа находится на полпути между Богом и человеком, ниже Бога и выше человека, и ему поручено управлять не только Вселенской Церковью, но и всем миром. Это очень важно, чтобы мы не упустили этот момент. Вот форма правления, существовавшая в средневековой Европе с Церковью во главе. Церковь претендовала на власть не только над религиозными вещами, которые происходили внутри Церкви, но и над всем, что происходило в гражданском обществе. Я хочу поделиться с вами несколькими моментами, которые содержатся в моей книге «Закончилась ли реформация?» Я сделаю небольшую рекламу этой книги. Вы можете приобрести эту книгу на нашем сайте. Вы также можете найти ее на Амазон. Но нам важно понять, как было устроено общество в средневековой Европе. Оно было структурировано в соответствии с феодальной системой, где власть находилась на самом верху. Это было похоже на пирамиду. На вершине находился король или в реальности Папа Римский, а за ним политические лидеры. Таким образом, власть доходила до простых людей, которые находились в самом низу этой пирамиды. В средневековой Европе феодальная система управляла не только гражданским обществом, но и структурой Церкви. Ожидалась абсолютная преданность и послушание своему господину или сеньору. Связи между вассалами или слугой и его господина были постоянными и нерушимыми, а власть господина над вассалом абсолютной. Неповиновение вассалу своему господину считалось преступлением, и в результате общественная структура напоминала взаимосвязанную пирамиду, вершиной которой был король. Настоящий удар по феодальному обществу в этой форме правления господствовавшей Европе в течение столетий предшествовавших реформаций заключался в следующем. Когда человек крестился в Церкви, он становился юридически обязанным выполнять предписания, правила и постановления Церкви. И если они нарушали какое-либо из этих правил, если они не подчинялись тому, что говорила Церковь, то последствия и результат этого ощущались не только в религиозной сфере внутри Церкви, но и в гражданской. Продолжая читать свою книгу, скажу, что римско-католическая Церковь в Средние века по своей структуре напоминала феодальную систему. Когда кто-то входил в Церковь через крещение, считалось, что он переходил под власть Церкви. Крещаемый или Креститель освобождался от бремени греха, но был обязан подчиняться церковной власти. Одно дело, если бы взрослый человек решил, что я подчиняюсь этой системе, но система крещения, которую он не практиковал, была крещением младенцев. Поэтому как только рождался ребенок, как только вы могли его крестить, он становился частью системы. И поэтому, когда они вырастали, у них не было выбора, быть им частью этой системы или нет. Их крестили в младенчестве, и теперь они были обязаны по закону как гражданскому, так и религиозному подчиняться и признавать власть этой системы. Верность, которую человек обещал церкви при крещении, теперь напоминала объективное юридическое обязательство, возникшее из договора, изолировано от психологических сложностей, теологических концепций веры и убеждений. Основополагающая метафора таинств, как договора, породила ряд других, в которых вера человека рассматривалась так же, как условия договора в глазах закона. Вот в чем суть. Форма правления, которую мы находим в средневековой Европе, это феодальная система, не была той системой, по которой живет Запад с момента принятия Конституции Соединенных Штатов и подписания Декларации Независимости. Тот тип правления, который мы видим, это вторая форма правления, существовавшая в этом мире. Форма правления, которая говорит, что мы предоставим вам права или дадим вам привилегии, которые мы назовем правами, если вы будете подчиняться постановлениям, законам и правилам, которые мы установили. Но если вы нарушаете эти принципы, законы и правила, то эти права или привилегии будут у вас отняты. И если Запад уже рухнул, это означает, что мы живем в таком мире, где могут быть установлены мандаты, а если мы не будем следовать или выполнять эти предписания, то вас отнимут ваши права на свободу слова, ваши права на мирные собрания, ваши права накладывать, печатать то, что вы говорите, в то, что вы верите. Откровение 13, стих 3 продолжает. И там сказано, «И увидел я одну из голов его, ту самую власть, которую мы рассматриваем, как бы раненую до смерти, но смертельная рана его исцелилась, и весь мир дивился зверю». Итак, библейское пророчество предсказывает, что эта религиозно-политическая система, которую мы рассматриваем, получит то, что выглядит как смертельная рана. И это произошло в 1798 году, когда папа потерял свою политическую власть, и эта система стала просто еще одной церковью. Но в пророчестве очень ясно сказано, что эта смертельная рана будет исцелена, и когда она будет исцелена, весь мир будет дивиться зверю. Другими словами, весь мир примет образ мыслей, принцип форм управления, который этот зверь осуществлял на протяжении более тысячи лет в средневековой Европе. На этом этапе пророчества в 13 главе книги Откровения появляется еще одна власть. Что же это за вторая власть, предсказанная в 13 главе Откровения? Мы уже видели одну форму правления, очень ясно показанную в 13 главе Откровения, а вот другая форма правления, что была определяющей характеристикой Запада на протяжении более 200 лет. Давайте посмотрим, что говорит Библия. Откровение 13 глава стих 11 «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, и у него два рога, как у ангца». Звери из земли появляются после первого зверя. Мы уже видели, что первый зверь получил смертельную рану в 1798 году. Итак, если второй зверь, выходящий из земли, действительно представляет Запад, и в частности Соединенные Штаты как лидера Запада, то нам следует ожидать появления этой второй власти примерно в 1798 году. Это интересно. Джон Уэсли, писавший в 1750-х годах, изучая эти пророчества, вот что он предсказал. Он сказал, что он, то есть второй зверь из земли, еще не пришел, хотя и не может быть далеким, поскольку должен появиться в конце 42-х месяцев первого зверя. Итак, очень ясно, Джон Уэсли понял эти пророчества. В последние годы 1700-х годов, конечно же, возникнут Соединенные Штаты. И вы можете спросить, а что же произошло в 1798 году? Верно? В том году не было декларации независимости, не было конституции, американская революция закончилась, и ничего значительного в 1798 году не произошло. Если вы зайдете в правительственную исследовательскую службу, а я нашел это в интернете, вы сможете сделать то же самое, существует список, исчерпывающий список войн или боевых действий вооруженных сил Соединенных Штатов за рубежом. То есть это не войны, которые происходили здесь, это случаи, когда мы отправляли наши войска за границу, чтобы бывать с другими странами. И самая первая война в этом списке произошла в 1798 году. В этом докладе перечислены сотни случаев, когда Соединенные Штаты использовали свои вооруженные силы за рубежом в условиях военного или потенциального конфликта или иных целях, чем в обычное мирное время. И впервые эта новая держава, появившаяся на мировой арене, использует свои силы на международном уровне именно в 1798 году. Мало того, это была необъявленная морская война с Францией, той самой страной, которая нанесла смертельную рану первому зверю в том же году. Вот еще одна отличительная черта зверя из земли. Он выходит из земли. Первый зверь вышел из моря, который, как мы уже видели, олицетворяет множество людей, народов и языков. Итак, если он выходит из земли, из сухой почвы, то символически это должно представлять относительно незаселенную часть мира. И, конечно же, именно здесь возник новый мир, верно? В относительно незаселенной местности. Номер три. Этот зверь из земли вырастает и становится обладателем мирового влияния, военной мощи и экономического контроля. Откуда мы это знаем? Потому что, читая дальше, в 13 главе Откровения мы видим, что этот зверь из земли в конечном итоге обманывает многих людей на земле. Невозможно обмануть кого-то, если не имеешь на него влияния. И никто не может поспорить с тем, что Соединенные Штаты или Запад, как коллективное образование, оказывает огромное влияние во всем мире на самые разные аспекты жизни и общества. А еще нам сказано, что эта вторая держава, вышедшая из земли, обладает большой военной мощью. Откуда мы это знаем? Потому что в конце главы этот зверь заставляет всех людей на земле поклониться образу зверя. А если они этого не сделают, то их ждет смертельная казнь. Итак, здесь описывается военная мощь, принадлежащая этой власти. И, наконец, экономический контроль. Опять же, в Откровении глава 13 стих 17 это связано с начертанием зверя. Там говорится, что никто не мог ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имел начертание. Итак, все эти вещи связаны между собой. Мы определенно находим их в пророчествах, связанных с этой второй властью, которая выходит из земли. И, конечно же, Запад, в частности, Соединенные Штаты, обладает всем этим всемирным влиянием, военной мощью, экономическим контролем. Теперь давайте вернемся к последнему, который на самом деле был первым опознавательным знаком. У него два рога, как у ангца. Это очень важно. У первого зверя было много рогов, но на всех них были венцы. Здесь же два рога, на которых нет венцов. Это ясно говорит о том, что на рогах нет власти, и они похожи на ангца. Другими словами, они доброкачественные, верно? Они не опасны. Это нечто безопасное. И можем пойти дальше. В книге Откровения Агнец появляется много раз, но каждый раз, когда символ ангца появляется в книге Откровения, он всегда относится к Иисусу, за исключением этого стиха, вот этого отрывка. Таким образом, он также исповедует христианство. А что же с двумя рогами? Мы уже читали одно высказывание, которое на самом деле является историческим, но оно поможет нам понять кое-что. На протяжении почти тысячи лет каждый европейский мужчина и женщина были обязаны хранить верность двум видам власти, политической и религиозной. Вот два основных вида власти, которыми так или иначе обладало каждое человеческое общество, политическая власть и религиозная власть. И опять же, в средневековой Европе эти два вида власти были объединены. Протестантская информация разделила их. И вот мы видим, что эти два рога на звери, выходящими из земли, разделяют власть, религии и гражданскую власть, церковь и государства разделены. И ни у одного из них нет власти, верно? В этом новом мире нет папы, нет короля, в этом новом мире нет монарха. форма правления совершенно иная, чем в старом мире. Еще одно историческое высказывание о Роджере Уильямсе, одном из первых пилигримов в этой стране. Основополагающим принципом колонии Роджера Уильямса было то, что каждый человек должен иметь свободу поклоняться Богу в соответствии со светом своей совести. Его маленький штат Род-Айленд стал приютом для угнетенных. Он рос и просветал, пока его основополагающие принципы гражданская и религиозная свобода не стали краеугольными камнями Американской Республики. Именно эти два рога упоминаются в Откровении, глава 13, стих 11. Гражданская власть и религиозная власть, ни та, ни другая, не обладают особой властью. К ним не прилипается корона, и оба они благодетельны, верно? Они оба существуют для того, чтобы защищать и сохранять права, данные высшей властью. Так какие же изменения, согласно Библии, произойдут в звере и земле? Мы можем спросить об этом. Библия говорит, что эта власть, Запад, и в частности Соединенные Штаты, сохранится и будет существовать вечно или же произойдет изменение? Рухнет ли Запад в том виде, в котором мы его знали? Давайте посмотрим, что говорит Библия. В Откровении 13.3 «Увидела другого зверя, выходящего из земли, у него два рога, как у Акса, но он говорил, как дракон». Итак, перед нами противоречивые символы, верно? Агнец — это безопасность, Агнец — это то, чего не стоит бояться, Агнец — это то, что в Откровении олицетворяет истину и представляет Иисуса. И все же этот народ, эта нация, даже если эта власть представляет или утверждает, что представляет это, в итоге говорит она, как дракон. Происходит изменение, что-то рухнуло, исчезло то, что было в начале. Что же теперь происходит? В 13 стихе 12 главы следующий стих, «И он употребляет всю силу первого зверя, который был перед ним, и заставляет землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, смертельная рана которого исцелилась». Этот стих полон деталей, которые мы не можем пропустить. Итак, Библия предсказывает, что это вторая форма правления, Запад, в частности, Соединенные Штаты, в конце концов, преобразуется и изменится. И когда это произойдет, она будет использовать всю ту власть, которую до этого использовал первый зверь. Другими словами, он будет осуществлять тот же тип правления, что и первый зверь в средневековой Европе. Мы вернемся к феодальной системе, где вам ничего не принадлежит. Возможно, вы даже будете тому рады. Вам будут говорить, что делать, и до тех пор, пока вы будете выполнять эти предписания, вам будут представляться привилегии, которые называются правами. Но если вы ослушаетесь, если пойдете против этих предписаний и законов и правил, эти права или привилегии будут у вас отняты. Библия предсказывает, что это произойдет с Запада. А в библейском стихе говорится, что он заставит землю и живущих на ней поклониться кому? Первому зверю, чья смертельная рана исцелела. И снова Библия предсказывает, что это первая власть, которая в пророчестве действительно становится папской системой. Эта система вновь обретет свою власть. Другими словами, она снова будет функционировать не только как церковь или религиозная власть, но и будет пользоваться гражданским и политическим влиянием и властью. Эта смертельная рана будет исцелена и зверь из земли, Запад, в конечном итоге станет... Там говорится, что все живущие на земле должны поклоняться или служить этому первому зверю. Библия предсказывает, что Запад рухнет и точно говорит, почему. Она говорит, что поскольку смертельная рана исцелела, теперь существует религиозно-политическая система глобального масштаба и Запад примет ту форму управления, которую исторически эта первая система осуществляла в Европе. Давайте рассмотрим несколько высказываний политических лидеров, президентов здесь, в Соединенных Штатах. Мы можем вернуться к Джону Кеннеди, выступавшему, очевидно, много десятилетий назад. Он сказал, «Я не католический кандидат в президенты, я кандидат в президенты от демократической партии, который, как оказалось, тоже католик. Я не выступаю от имени своей церкви по общественным вопросам, а церковь не выступает от моего имени». Джон Ф. Кеннеди очень-очень ясно дал понять, что хотя он и был римским католиком, он не стремился занять пост президента, чтобы продвигать католическую форму правления или католическую повестку дня, какой бы она ни была в его время. Он проводил различия между этими двумя понятиями, и, как вы хорошо знаете, вскоре после всего этого он умер. В 1980-х годах между Западом и Востоком шла холодная война. И в 1992 году появилась интересная статья, объясняющая причины падения коммунизма в Европе. Вот что говорится в статье. В понедельник, 7 июня 1982 года в Ватиканской библиотеке присутствовали только президент Рональд Рейган и папа Иоанн Павел II. Это была первая встреча этих двух людей, и они беседовали в течение 50 минут. На этой встрече Рейган и папа договорились провести тайную кампанию, чтобы ускорить распуск коммунической партии. Ричард Аллен первый советник Рейгана по национальной безопасности. Это был один из величайших тайных союзов всех времен. Я просто выскажу эту мысль, а потом мы пойдем дальше. Соединенные Штаты или Запад начали по-настоящему сотрудничать с первой властью из 13 главы Откровения папской властью в 1980-х годах. И делалось это в ответ на кризис, верно? Большая угроза, о которой американская общественность десятилетиями твердили, что она может рассрушить другой образ жизни, может даже убить их, и этой угрозой был коммунизм. И вот на основе страха перед этой угрозой эти две державы начали работать вместе. Теперь мы подошли к Джорджу Бушу-младшему. 21 марта 2001 года он выступал с речью перед делегацией американских католических кардиналов в Белом доме. И вот что он сказал. «Лучший способ пощить память Папы Иоанна Павла II поистине одного из великих людей это серьезно отнестись к его учению, прислушаться к его словам и воплотить его учение в жизнь здесь, в Америке. Это вызов, который мы должны принять». Я просто хочу, чтобы вы сравнили это заявление с тем, что сказал Джон Кеннеди всего за несколько десятилетий до этого. И совсем, совсем другие чувства выразил здесь Джордж Буш-младший. Большую часть его президентства определяла война с терроризмом. Верно? Еще один кризис. Еще одна вещь, которая угрожала разрушить образ жизни на Западе. Еще одна вещь, которая, как боялись многие люди, может привести к собственной смерти, если она придет к ним на порог. И мы видим, что изменения в обществе, изменения в правительстве обычно происходят на волне кризиса или из-за страха. И еще одним кризисом, который мы стали слышать все чаще и чаще во время президентства Обамы, стал климатический кризис. После того, как в 2015 году Папа Франциск выпустил энциклику о изменении климата, президент Обама выступил с этим утверждением. Он сказал, «Я приветствую энциклику Его Святейшества Папы Франциска и глубоко восхищенный решением Папы изглашить суть дела четко, убедительно и с полным моральным авторитетом своей позиции. Я считаю, что Соединенные Штаты должны быть лидером в этих усилиях, поэтому я привержен решительным действиям как дома, так и за рубежом». Итак, перед вами президент Соединенных Штатов, верно? Предполагаемый лидер свободного мира Запада, признающий высший моральный авторитет и это самый моральный авторитет представитель этой первой системы «Зверь из моря» в Откровении, глава 13. И опять же, в разгар климатического кризиса, того, чего следует опасаться, того, что может изменить наш уровень жизни, того, что может изменить наш образ жизни, того, что может даже привести, как нам говорят, к нашей смерти, если он выйдет из-под контроля. А как насчет президента Байдена? В 2021 году Байден встретился с Папой Франциском. Он подарил ему несколько монет и отозвался Папой Франциской как о воине и лидере, назвав Франциска самым значительным воином за мир, который его когда-либо встречал. И опять же, эта встреча произошла в разгар другого серьезного кризиса, глобальной пандемии, которой следовало бояться. Нам говорили о чем-то, что может изменить нас образ жизни, о чем-то, что может привести и, конечно, привело к многочисленным смертям. А как насчет этого воина мира? Восьмой главе книги Даниила говорится об этой первой власти, этом звере из земли. Не говорится, что в последнее время их царство восстанет царь со свирепым лицом и с мрачными намерениями. Это стихи 23 и 25 главы 8 Даниила. И через свою политику он сделает так, что будет преуспевать в руке его и миром погубит многих и выступит против князя князя князей, но будет сокрушен без содействия рук человеческих. Что же произойдет, когда Запад потерпит крах и объединится с папской властью? Вот что говорит нам откровение. 13 глава стих 15. И он имел власть дать жизнь образу зверя, чтобы образ зверя говорил и делал, чтобы убываем и были все, которые не поклонятся образу зверя. Друзья, Библия говорит, что Запад не вернется. Этот образ жизни, который мы знали, который мы предполагали или надеялись, по крайней мере, что он будет продолжаться вечно. Библия говорит нам, что он ушел навсегда, а на его место пришла другая форма правления, которая отказывается признать Творца, отказывается признать, что Творец дал вам определенные неотъемлемые права. вместо этого мы дадим вам привилегии, назовем их правами, но мы дадим вам привилегии, которыми вы сможете пользоваться до тех пор, пока будете подчиняться системе. Но как только вы ослушаете системы, эти привилегии начнут отменяться. И Библия говорит нам, что в конце концов это станет вопросом жизни и смерти. Откровение, глава 17, стих 12, «И десять рогов, которые ты видишь, что десять царей, которые еще не получили царство, но получат власть, как цари на один час со зверем. У них один ум, и они отдадут свою власть и силу зверю». Запад не вернется. Библия говорит, что все народы мира примут эту форму управления и введут ее. Они не признают существование Творца, затем они не признают права, которыми Творец наделил тех людей, которых Он создал. И что же произойдет дальше? В следующем стихе говорится, что они вступят в войну с Акцием, и Акцент победит их, ибо Он есть Господь господствующий и Царь царей, а те, которые с Ним, суть званные и избранные, и верные. Как выглядит эта война? Она будет довольно короткой, потому что Иисус вернется, и это хорошая весть. Иисус скоро придет. Откровение, глава 19, стих 11. «И увидели отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, и в праведности сует и воинствует». И Он имеет на челе Своем и на ведре Своем имя написанное «Царь царей и Господь господствующих». Теперь вам не нужно бояться Иисуса, вам не нужно бояться этого небесного воина, если вы отдали Ему свою жизнь. Он возвращается, чтобы начать войну против тех, кто хочет отнять права и свободы у людей, которых Он создал. Это будет короткая битва, друзья. Силы этого мира ни за что не смогут противостоять своему Создателю, когда Он вернется. А что же делать нам? Я хочу предложить вам две вещи, которые вы должны сделать. Первая находится в Откровении 14.12. Вот терпение святых. Вот те, кто соблюдают заповеди Божьи и веру Иисуса. Вот три вещи, которые Иисус обещает дать вам, когда вы попросите у Него эти дары. Он обещает дать вам терпение, Он обещает дать вам веру в Него, а также свою силу и готовность повиноваться Ему и исполнять Божью волю в вашей жизни. Когда Иисус жил на земле, Ему пришлось испытать и проявить каждую из этих вещей. Ему пришлось проявить терпение, Он должен был проявить веру, Он должен был сделать выбор, чтобы быть послушным в воле Своего Небесного Отца. И теперь Он хочет дать эти же вещи вам. Второе, что вам нужно сделать, это рассказать кому-нибудь еще о том, чему вы научились. Возьмите эту книгу. Будь вы католик, протестант, нечто среднее между ними или не исповедуете никакой религии или веры, вам нужно знать истину и поделиться ею с кем-то еще. Библия говорит, что истина освободит нас. И если вы будете изучать истину и делиться ею, люди смогут освободиться из тюрьмы, в которой превращается эта планета и будут готовы встретиться со своим Создателем, когда Он вернется однажды, очень-очень скоро. Многие из того, что мы сегодня рассмотрели более подробно, объясняются в книге под названием «Великая борьба». Ссылка на нее есть в описании к этому видео. Вы также можете увидеть ее на экране, если захотите попросить бесплатную копию этой книги. Если у вас нет этой книги, но вы хотели бы ее получить бесплатно и живете в США или имеете американский почтовый адрес, заполните эту форму, и мы доставим вам копию как можно быстрее, пока она есть в наличии. И снова я напоминаю об этой книге. Моя книга «Закончилась ли реформация» рассматривается в вопрос власти не только в средние века, но и многие пророчества, и многое другое, что бы рассматривали в этом видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!